Уважаемые коллеги, всем хеллоу! Меня зовут Марина Лисковец, я преподаватель английского языка и работаю онлайн. Знаю, что сейчас большинство преподавателей, которые работали оффлайн, либо в школе, особенно в школе, все сейчас вынуждены вести онлайн занятия, и те, кто вел частные занятия у себя дома, где-то проводили занятия и снимали помещение, сейчас все мы вынуждены переходить в онлайн формат. И этот вопрос о том, как перенести оффлайн формат. Оффлайн формат это какие-то игры, разрезульки для детей, интерактивный такой чат с ними, общение в эту коробочку, вот в онлайн занятие, где ученик может видеть только ваше лицо, и вы что-то можете показывать, и уже вопросов очень много возникает, а как показывать им учебники, а как показывать им видео, аудио, как играть с ними, как сохранить вот это общение и интерактивность, веселый, активный формат занятий, то, что можно всегда и с легкостью сделать в оффлайн формате, но в онлайн возникает очень много вопросов. И обо всем этом я хотела бы рассказать в этом видео уроке. И для начала мне хотелось бы огласить тот список вопросов, который я с вами разберу. Итак, это вторая часть вообще моего урока, моих уроков по работе с Zoom. Первая часть есть уже в курсе онлайн-репетитор, и это будет некоторым дополнением, точнее конкретизирующим дополнением, которое поможет разобраться именно с особенностями внутреннего устройства Zoom. А я буду говорить именно про этот сервис, как самый лучший сервис для проведения онлайн занятий на данный момент. И на следующие вопросы мне хотелось бы ответить именно об организации учебного процесса в режиме онлайн, поскольку у меня есть большой опыт работы и с группами в режиме онлайн, и индивидуальные занятия также я провожу, поэтому мне есть что сказать на этот счет. Итак, какие вопросы будут раскрыты в курсе по Zoom? В первую очередь это о том, как показывать детям материалы. Нужно ли загружать учебники, ваши методические материалы куда-то на Google Диск, Яндекс Диск, куда-либо нужно ли их загружать, чтобы показать детям учебники. Далее, как можно адаптировать игры оффлайн и перенести их в онлайн, например, игра What is missing? Чего не хватает. Например, раньше вы могли на доске какие-то картиночки развесить, вы прошли с детьми тему, тему seasons, времена года, winter, spring, autumn, summer, и поиграем What is missing? Чего не хватает. Вот, у вас картинки есть, потом одну убрали, и дети закрывают глаза и говорят, что же, чего же не хватает, и таким образом вы повторяете лексику. Вот, ну, как вариант такой игры. Как эти моменты внести в обучение? Итак, следующий вопрос уже технического характера. Как приглашать ученика на занятия? Какими сервисами дополнительными нужно пользоваться? Или это будет WhatsApp, или соцсети, или создавать какую-то группу ВКонтакте или в другой соцсети? Об этом мне хотелось бы рассказать. Естественно, как показывать видео, аудио, с этим форматом работать. Расскажу о том, чем отличаются индивидуальные занятия от занятий в группе, и сколько человек максимально может присутствовать на онлайн-занятии, чтобы это было комфортно, и чтобы каждый ученик чувствовал, что ему уделяется внимание. Как детей научить брать инструменты? Вот здесь, в Zoom, есть возможность рисования, есть возможность управления. Вы можете дать как учитель, как организатор конференции, как организатор урока, можете поделиться функциями управления с учеником. Он может рисовать, писать, делать какие-то отметки. В общем, как это сделать, как передать управление ученику, как включить эту функцию. И вот такие моменты мне хотелось бы разобрать и в целом рассказать о проведении занятий в Zoom. Для начала это вводный урок по Zoom. И начнем с того, что мы с вами скачаем эту программу, и я расскажу вам, нужно ли за нее платить, сколько за нее платить, вот такие базовые моменты. Итак, ну что же, рекомендую пользоваться Google Chrome. Быстрый, удобный браузер. Итак, что здесь мы с вами делаем? В поисковой строке вводим слово Zoom. Вот у меня уже расскакивает Zoom. Скачать. Первая ссылка. Есть официальный сайт Zoom. В конференции Zoom вы можете кликнуть. Здесь есть вся информация. Вы можете ознакомиться. Есть видеоуроки по Zoom, по технической стороне вопроса. Но нас интересует больше, как же перенести офлайн занятие в онлайн. Поэтому про эти тонкости будем вести речь. Пока расскажу, как и где скачать, и чем отличается бесплатная версия от платной версии. Итак, здесь есть Resources. Вот. В правом верхнем углу выкатывается меню Download Zoom Client. Скачать. Zoom. И в данном случае нам здесь нужен Zoom Client. Вот это первая ссылка. Кликайте на загрузить. Вот сохраняется Zoom. У меня он уже загружен. Вы, в общем-то, все, как всегда, можно нажать, показать в папке или открыть. Ну, вот, допустим, открыть. Вот так я завершить конфидку. Оп. Зря я это сделала. Итак. Ох, зря я это сделала. А нет, все установилось. Сейчас я покажу. Но я думаю, что вы сейчас не видите, но слышите меня. Смотрите. Таким образом, собственно, автоматически все устанавливается. И возникает вот такое окошко. И здесь на рабочем столе будет у вас значок. Вот такой вот Zoom. Смотрите. Мы включаем. Мы можем, кстати, вот нажать, собственно, на новую конференцию. И вы снова меня видите. Так. Ну, что же. Вот такой формат. Он автоматически включается. И раз мы здесь с вами оказались уже сразу в режиме Zoom, то какие-то базовые моменты мне сразу же хочется вам рассказать. Обратите внимание, что всплывает здесь окошко. Нажмите, чтобы пригласить участников. Собственно, вот так раз, два, три. Это даже быстрее, чем Skype. Вы нажимаете на то, что вам предлагают. И можете копировать приглашение или копировать URL. URL – это ссылка, да? Допустим, копировать URL. И эту ссылку вы можете отправить, ну, куда вам удобно. Я предлагаю для начала, если вы только-только начинаете работать с Zoom и только-только переходите в онлайн-формат, я предлагаю вам пользоваться обычной почтой. E-mail, Gmail, Google Mail, Яндекс.Мейл. То есть, в общем-то, почта. Отправлять на почту. Как мы это с вами сделаем? Давайте с вами сразу, мы, допустим, с вами впервые проводим занятия. Тут, кстати, можно сейчас я включу демонстрацию экрана. Чуть позже я объясню, что это такое. Чуть позже я вам объясню, что это такое. Обратите внимание, я могу управлять самим экраном своим, да? Вот моей картинкой. Могу ее располагать удобно в нужном месте. Если, например, я ученику демонстрирую экран, но об этом я чуть позже расскажу, то все очень интерактивно. Собственно, как мы с вами пригласим ученика на занятие? Конечно же, предварительно спросите у него адрес почты. Так, что же, заходим в мейл, к себе на почту и нажимаем на значок «Написать письмо». Вот так. Сразу же автоматически возникает окошко. Мы вводим сюда адрес. Ну, вот тут у меня вот первое. Первое, да, вот адрес. Ну, в общем, необходимый, не обязательно. Ну, в общем-то, любой там другой. Маша. Маша.ру. Собака. Мэйл.ру. Такой вымышленный у нас адрес. Тема. Ну, вы можете написать Zoom. Zoom или приглашение на занятие. То есть вы отсылаете своему ученику приглашение. То есть ссылку, по которой он просто кликнет и сразу же попадет к вам на конференцию. Также что мы можем сделать? Если у вас целая группа и несколько учеников, вы можете им сразу и отослать. Можно сюда ввести все адреса почты. Необходимо не обязательно делать это вручную. Вы можете сделать это вручную. Либо скопировать все адреса почты. Куда-то, например, в Word документ. Открывать его. И копировать все адреса. И вставлять, собственно, сюда их разом. Давайте я вам продемонстрирую. Только я это буду делать не с помощью Word, а с помощью бесплатного сервиса Google. Google документы. Google документы. Это бесплатный, очень удобный сервис. Смотрите. Собственно, функционал такой же, как в Word. Я нажимаю для личных целей. Открыть Google документы. И нажимаю сюда на крестик. Пустой файл. Создаем новый. Смотрите. И сюда я удобно могу загрузить все почты моих учеников. Можем могу их по группам распределить. Допустим, Маша, собака мою, точка, ру. Вова, собака мою, точка, ру. И так далее. И, собственно, что я делаю. Я нажимаю левой кнопкой мыши. Держу. Удерживаю. И, в общем-то, продолжаю вести курсор. И текст мой выделяется синеньким. Еще раз повторю. Нажимаю. I'm sorry. Это у нас левая кнопка мыши. Вот она. Левой кнопкой мыши нажимаю. Не разжимаю ее. Веду курсор. Весь текст нужный. Вот так обвожу. Еще раз. Нажимаю на начало текста. Держу. Обвожу. И далее нажимаю правой кнопкой мыши. Копировать. Копировать. Раз. И, собственно, возвращаюсь на страничку почты к себе. Вот мое письмо. И могу сюда вставить все необходимые адреса почты моих учеников или той группы, с которой у меня будет занятие. Нажимаю вставить. Итак, нажму, опять же, правой кнопкой мыши. Возникает окошко. Вот отменить, вставить, проверка, прописание. Нас интересует функция вставить. Вставить. Вот, пожалуйста, те две почты, которые я указала, они возникли здесь прямо. И то есть всем этим трем людям, то есть трем теоретическим моим ученикам, отправится это письмо приглашения. Итак, если... Я так хотела бы вернуться сюда. Так, сейчас мы демонстрацию нашу пока завершим. Итак, здесь, в собственном самом письме я пришлю приглашение. Так, остановить демонстрацию пока. Итак, что я сделаю, что я сделаю. Вот здесь опять я вернусь к себе в Zoom, отменив демонстрацию. Да, вы видели, как я это сделала. И опять же нажму внизу меню. Есть где выключить звук, остановить видео, пригласить. Вот мне интересует функция пригласить, чтобы копировать приглашение еще раз. Скопировать URL или копировать целое приглашение. Здесь, в общем-то, неважно. Давайте оставим копировать URL. Итак, далее я возвращаюсь к демонстрации. И, собственно, вставляю, опять же, нажимаю на правую кнопку мыши, выбираю из функции «Вставить». Могу здесь еще написать приглашение на занятие или ссылка на урок. Так, занятие начнется в 13.00. Оп, куда-то бежала. В 13.00. Все, нажимаю на «Отправить». Но отправлять никому не буду. Вот, поскольку это какие-то неизвестные мне люди. Вот, но вы нажимаете на «Отправить». И таким образом ученики получают это письмо, получают уведомление у себя. И на компьютере или с телефона, в общем-то, удобство Zoom как раз-таки одно из его преимуществ в том, что ученик может зайти с любого девайса. Он кликает, проходит на занятие. И, кстати, регистрироваться тоже не обязательно. И вы просто ожидаете их и начинаете свой урок. Вот так. Теперь хотелось бы вернуться непосредственно в Zoom и рассказать вам об основных удобствах. Вот я нажимаю здесь, вы видите, остановить демонстрацию экрана, чтобы вернуться на полноэкранный режим, чтобы вы видели здесь только моё лицо и мой фон сзади. Итак, который, возможно, свалится. Но мы будем надеяться, что он всё-таки останется жить. Обращаю ваше внимание сюда, на нижнее меню. Давайте разберём те значки, которые здесь есть. Выключить звук, включить звук. Обратите внимание, вы можете себе включить микрофон, выключить микрофон. Остановить видео. Смотрите, сейчас я пропаду. Я пропала. И осталась только моя аватарка. Теперь я снова вернулась. Также вы можете нажать, собственно, и на настройки звука, выбор микрофона, динамики, выключить звук компьютера, настройки звука. Опять же, можно на настройки звука. Здесь может быть громкость, демонстрация экрана, звук, видео. Обратите внимание на видео, что мы можем с вами делать. Включить режим HD, то есть улучшение качества. Подправить мой внешний вид. Обратите внимание, сейчас я могу. Для преподавателей это актуально. Для любого это актуально. Вот, смотрите, видите, как лицо моё становится лучше. Подправляется мой внешний вид. Дальше. Выключить моё видео при входе в конференцию, если это необходимо кому-то комфортно без видео работать. Мне кажется, у преподавателя должно быть видео. Мимика, эмоции важны. Всегда показывать имена участников на видеоизображении. Да, это тоже удобно, потому что многие ученики стесняются и не включают своё видео. Так вы можете, по крайней мере, видеть их имена. Всегда показывать диалоговое окно предварительного просмотра видео. О, кстати, смотрите, можем с вами попереворачивать наше видео. Ура! Ура! В общем, не бойтесь, просто покликайте. Здесь можно сделать звук, опять же, больше, меньше. Если ученики будут жаловаться, микрофон, да, громкость, вот опять же, больше, меньше. Если ученики будут жаловаться, что вас не очень хорошо слышно, здесь можно подрегулировать настройки. Используйте отдельное звуковое устройство. Если у вас есть, автоматически входить в аудиоконференцию, отключить звук моего микрофона. При подключении конференции, если это необходимо, да, вы можете сделать, но потом во время конференции вы всегда можете нажать вот здесь, в левом нижнем углу, включить, выключить звук, вы сами это контролируете. Так, далее, демонстрация экрана. Перейти в полноэкранный режим. Разворачивать окно Zoom, когда участник транслирует свой экран. Подогнать масштаб трансляции под размер окно Zoom. Включить дистанционный управление всеми приложениями, параллельный режим, подключить звук системных уведомлений при демонстрации рабочего стола. Кстати, это здорово, то есть системные уведомления, это различные там звуки странные лучше, чтобы ученик их не видел. Далее, чат, настройки чата. Показывать, так, то есть также вы можете общаться в чате с учениками. Так, если, допустим, я в другой части этого видео, видео по Zoom, уроку по Zoom расскажу о том, как пользоваться чатом. Ну, собственно, как элемент проверки заданий, как элемент работы в группе. Слушайте, самый интересный виртуальный фон. Давайте попрактикуемся. Смотрите, это, кстати, классная фишка, также для занятий, попозже ее раскрою. Ну, хотя давайте и здесь тоже расскажу уже какую-то одну фишку. Вот, смотрите, вы можете менять виртуальный фон. Нет, мы не будем пока ничего загружать. Так, после загрузки вы сможете использовать виртуальный фон без зеленого экрана. Так, а что, мне обязательно нужен зеленый экран, все же прекрасно. Ну, давайте загрузим. Хорошо. Сейчас посмотрим. То есть, таким образом, с помощью фона, во-первых, можно веселить детей. Юху! О, боже мой, где я нахожусь на работе? Смотрите, я в космосе. Во-первых, можно веселить детей, веселиться самой. И можно вводить, допустим, тему урока. То есть, это круто. Вау! Смотрите, северная сеть. Это же вылепится картинка. Вау! О, море! Мне это нравится больше всего. Позвольте, я оставлю это, да? Итак, профиль, статистика, статистика, обратная связь, сочетание клавиш, специальные возможности. Это субтитры, размеры по умолчанию. Так, всегда показать элементы управления конференцией. Ну, субтитры не нужны в данном случае. В общем-то, вот основные настройки мы с вами разобрали. Ну что же. Надеюсь, что своим вводным уроком я уже немного убедила вас, что онлайн-занятие – это весело. Гоня, красиво. Внезапно я оказалась на море. Итак, в основном курсе – это вводное занятие, оно будет доступно всем. В основном курсе я расскажу уже детально о тех аспектах, которые я обозначила ранее. Если вам будет необходима консультация, я смогу ответить на ваши вопросы, а также вы сможете записать пробный урок, и я оценю его для вас. Итак, во второй части этого курса я расскажу именно о фишках проведения онлайн-занятий, о том, как проводить занятия, какими сервисами пользоваться, нужны ли какие-то сторонние вещи, там, еще чему-то нужно ли будет учиться, там, Miro, например, да, есть такая доска интерактивная, нужна ли она или достаточно сервиса Zoom. Как показывать детям учебники, как давать им управление, да, на что им нужно нажать, чтобы они тоже могли рисовать на экране, возможно ли пользоваться онлайн-играми, да, как, опять же, давать им управление, чтобы дети смотрели, тыкали, что-то делали. Как адаптировать оффлайн-игры в режим онлайн. Собственно, как скидывать приглашение, я вам уже показала, как скидывать приглашение ученикам на занятия. Еще отвечу на следующие вопросы. Можно ли с одного аккаунта вести 2-3 конференции, нужно ли оплачивать Zoom или не нужно оплачивать Zoom. И основные моменты расскажу. Где хранить материалы, как хранить материалы, как показывать их детям. В общем, об этом всем расскажу. В описании к видео есть ссылка на мой курс «Онлайн-репетитор» с подробным разбором не только Zoom, как технической составляющей, но и я рассказываю о том, как оформить соцсети для преподавателя, как вести их, как пользоваться группами ВКонтакте, да, например, нужно ли там создавать какие-то соцсети, как их вести, что делать, в общем, всякие вот эти настройки, об этом всем я рассказываю. Собственно, все о том, как начать работать онлайн, что для этого нужно, обо всем этом я рассказываю. Ничего не тая. Итак, информация о моем курсе, напомню, в описании к этому видео. Спасибо, надеюсь, что этот видеоурок был полезен вам. Ну и всем ступал зига. See you.